Ни для кого не секрет, что с 1 января 2013 года на территорию Российской Федерации вступил запрет на оборот 80-го бензина. Естественно, этот бензин, потому что стандарт Евро-2 у них. И также часть 92-го бензина, который, мы его считаем, что тоже соответствует стандарту Евро-2, из-за запрета на территорию Российской Федерации, был перенаправлен в запредельные государства, в частности Казахстан, и через нас Киргизию, Таджикистан, частью Афганистан. Для того, чтобы не затоварить свой завод, у них тоже такие же проблемы, как у нас же. Не затоварить свой завод, я бы сделал такой же маркетологический ход, я бы снизил цену на те продукции, которые не имеют ценности на территории. Скидки большие. И 80-й бензин прибыв на территорию Казахстана, 92-й бензин прибыв российского происхождения. А в каком количестве это примерно? Например, за январь поступило, я не буду разделять, где-то бензинов, около 300 тысяч тонн нефтепродуктов из России. Только за январь. Нефтепродуктов я не делю. Там внутри может быть и самолетное топливо и так далее. Оно сразу же и повлекло за собой, как я сказал, покупать ли одея из деньги. И когда ему предложили три казахстанские цены, отравский, чемкенский, повладарский, плюс четвертая цена с России, он выбрал ту цену, которую считает нужным. Это его право, его выбор. Если цена российская в тот момент была дешевле, он купил российскую. Так как уже в подписанных соглашениях между Российской Федерацией и Казахстаном, 19 сентября 2012 года по Водаре мы его подписали, протокол, по которому было предусмотрено, что с целью покрытия выпадающих доходов Российской Федерации за поставленный ГСМ на территорию Казахстана, Казахстан должен продать им определенный объем встречной поставки нефти с целью, чтобы российский недропользователь купил этот объем нефти и пропорционально поставленному Казахстану ГСМу. И, продав его на экспорт, возместили Министерство финансов Российской Федерации величиной экспортно-таможенной пошлины. Это как бы считается уже в рамках подписанных документов. Но там же, в этом же документе, теперь появляется третья проблема в том, что надо минимизировать поставки российского ГСМ в Казахстан с целью меньше отдать объемов встречной нефти. То есть, меньше рассчитываться. Минимизировать, возможно, при отсутствии постов, только введением какого-то постановления запрета на ввоз российского ГСМ. Над этим документом мы работаем. Я думаю, он будет. По которому он будет работать, скорее всего, до конца этого года. Это проект постановления. Потому что мы надеемся, что с 1 января 2014 года каких-либо количественных ограничений и каких-нибудь претензий со стороны Российской Федерации о возмещении выпадающих доходов за поставку горючих смазочных материалов российского происхождения в адрес правительства Республики Казахстана не будет. Тогда с 1 января 2014 года вступает в силу настоящее рыночное отношение. Понятие толлинг означает, если казахстанское сырье, то есть нефть, вывести на территорию другого сопредельного государства, переработать на его технических мощностях заводов, на его заводах, на другого государства, весь объем нефтепродуктов, который выработается из этой нефти казахстанского происхождения, привезти обратно в Казахстан. То есть использовать другую техническую мощность, свободную. Почему это сейчас нужно? Потому что уровень, например, китайского завода Душанзы по технической оснащенности и модернизации, глубина переработки у него достигает до 90%. Тогда как наши 60-70%. То есть у него выход светлых нефтепродуктов составляет 83%. То есть 83% бензина. Это очень много. Поэтому мы приняли такое решение, что необходимо в рамках толлинговой операции небольшой объем до 1-1 миллиона, до 1,5 миллиона тонн нефти вывести на территорию Китая, переработать и в 87% от 1,5 миллиона, посчитайте, этот объем нефтепродуктов завести обратно.